Привет! На связи издательство InfoDVD, меня зовут Денис Абросимов. В этом видео мы подведем итоги торговли акциями рынка OTC участников мастер-группы Павла Крёза за март 2021 года. В марте закончилась новогодняя ралли, которая продолжалась более трех месяцев, с конца ноября, и которая сделала миллионерами многих наших учеников. Рынок OTC перешел в фазу снижения, а команда мастер-группы Павла Крёза перешла в фазу ожидания, чтобы заново начать набирать в портфель акции перспективных компаний по наиболее выгодным ценам. Сделок стало значительно меньше, но это не значит, что мы совсем перестали зарабатывать. Как я уже говорил ранее в других материалах, даже во время всеобщего рыночного снижения или затишья отдельные компании продолжают приносить нам прибыль. Благодаря стратегии Павла Крёза и точечному входу в эти компании. И даже вот эти отдельные единичные сделки, они уже могут приносить ощутимую прибыль, потому что доходность вот этих отдельных сделок с акциями рынка OTC составляет сотни и тысячи процентов к вложенным деньгам в сделки. Давайте перейдем к обзору результатов торговли участников мастер-группы и начнем со сделок Павла Крёза. Сейчас на вашем экране вы видите скриншот из архива личных сделок Павла за март. Как вы видите, была зафиксирована только одна сделка по компании FTXP. Компания набиралась 27 августа 2020 года по цене 0,05 доллара и 11 марта компания была продана на своем росте по цене 0,83 доллара. Таким образом сделка принесла плюс 1560% прибыли. Как я уже сказал чуть раньше в этом видео, даже вот такие единичные сделки, как вы видите, они могут приносить ощутимую прибыль. Деньги, вложенные конкретно в данную акцию, были умножены этой сделкой более чем в 16 раз. Сейчас давайте пройдемся по отчетам участников мастер-группы за март 2021 год. Сейчас вы видите первый отчет участников. Напоминаю, что некоторые отчеты мы показываем вот так вот обезличенные. Мы вынуждены закрывать фотографию, фамилию, имя участника, потому что здесь вы видите надпись «Личный раздел». Потому что данные отчеты были взяты из личных кабинетов участников. Это конфиденциальная информация, поэтому вам мы можем показывать их только обезличенно. Тем не менее, вот вы видите отчет участника за март. Участник пишет, что отчет краткий. Были приобретены акции по рекомендациям. И были зафиксированы сделки по компании BEHL. Прибыль составила 167%. Далее была зафиксирована сделка по компании AMBS. Прибыль составила 105%. Итого прибыль составила всего 88,5 долларов за месяц. Это составляет 0,8% к депозиту в 10,500 долларов США. Общая сумма прироста за все время, как пишет участник, составила примерно 2100% к первоначальному депозиту. Результат удерживается. Небольшая прибыль была получена. Положительная динамика есть. Движемся дальше. Следующий отчет. Вот здесь мы видим, что участник распродавал остатки акций по компаниям для получения наличных денег, кэша для дальнейших покупок акций. Участник готовится к дальнейшему набору акций в портфель. И вот здесь видно, какие акции он распродавал. Также пишет участник, добирались в портфель акций новых компаний. Следующий отчет участника. Участник пишет. На начало марта портфель мой составил 2900 долларов. 11 марта я позволил себе снять 1600 долларов. Продажу всех акций компании я не стал производить. Но обвал цен продолжался. Чтобы произвести покупку акций, я ввел 1400 долларов. Акции держу, цены акций продолжают немного снижаться. Если посмотреть на часовой график цен, цены стабилизировались, по моему мнению. Возможно скоро двинуться в цене на повышение. Сейчас цена портфеля 3800 долларов. Немного нервничаем, но ждем. Следующий отчет участника. Продажи в марте прошли по остаткам акций, которые выстрелили. После такого результата в феврале, март показал более чем скромный результат. Конечно, после ралли нужен определенный период, чтобы опять вернуться к обычному спокойному рынку. И, конечно, будет немного грустновато первые результаты. Ничего страшного. Как мы помним, результаты за прошлый, за 2020 год до ралли. У нас также были подобные месяца, месяца затишья. Тем не менее, отдельные сделки помогали нам успешно расти депозит. Смотрим следующий отчет участника. Вот здесь видно, что были закрыты несколько сделок. Прибыль составила 1445%, 1116%, 996%, 1% сделки. Видимо, была просто зафиксирована акция практически по той же цене, по которой и была куплена. После обратного сплита была акция продана с прибылью 14%, и еще одна акция 429%. Итого, за март заработано 131 доллар. Это 7% от депозита. Вот следующий отчет участника. Покупка в течение марта были проведены по 33 инструментам сделки. Было куплено 26 инструментов. Участник уже начал набирать портфель после ралли. И чистая прибыль по закрытым, в том числе частично позициям, составила 246 долларов. Вот выделены сделки по продажам. Прибыль по закрытым позициям составила от 3% до 605%. Тоже неплохие результаты. Дальше. Еще один отчет участника. На рынке началась коррекция. Нет таких массовых продаж, как в предыдущие месяцы. В марте получилось, что вся выручка, полученная от продаж, реинвестирована в новые покупки. На 603 доллара было продано, и на 603 доллара были куплены новые акции. Наступает фаза накопления. Хочется побольше затариться для следующей волны роста, но цены особенно не падают. Так что приходится действовать аккуратнее. Вот сделка участника была. Продана компания FTXP. Прибыль составила 1780 долларов. Шикарный результат. Смотрим дальше. Вот отчет участника. Видно таблица со сделками за март. Видно, что были зафиксированы сделки. Вот тут 450%, 700%, 205, 1100. 12 марта вывела 9000 долларов. В скобках первоначальный депозит был 4000 долларов. И текущий депозит, как мы видим ниже из скриншота брокерского терминала, текущий депозит составляет 22700 долларов. Шикарный результат, который уже позволяет выводить и тратить на свои нужды полученную прибыль. 9000 долларов. Очень неплохая цифра, которая поступила на банковский счет участника. Дальше. Вот отчет участника по дневной за 15 и 16 марта. Вот участница пишет, ну и снова о налогах. Не поверите, но я все посчитала. Получилось 330 сделок. Но когда посмотрела занятия по налогам, увидела, что мой субсчет еще и дивиденды принес. Сдалась. Послушалась Павла, оплатила услуги. Если жду, жду теперь спокойно. Правильно, надо совесть иметь. Вывела в рублях почти 500 тысяч. Уж можно на бухгалтера, на налоги отстегнуть. Была зафиксирована сделка от 15 марта. И РСПВАЙ. 2400% она принесла. И 16 марта еще одна сделка была зафиксирована. 700% в ней было заработано. Вот отчет участника тоже за март. Участник зафиксировал только одну сделку. Но тем не менее, сделка принесла 2800% прибыли. Тоже шикарный результат. Согласитесь, даже одна такая сделка за месяц, даже одну сделку, если вы будете делать месяц по 2800%, это уже даст сумасшедший рост вашему депозиту. Даже если вы будете вкладывать в одну сделку не более 1-2% от вашего депозита, и эти 1-2% в сделке умножать в 29 раз, 2800%, это значит, в 29 раз были умножены вложенные деньги. Можно уже получать очень даже ощутимый рост к депозиту. Дальше. Следующий отчет участника. Реализованная прибыль за март – 524 доллара. Просадка депозита. Здесь имеется в виду просадка по портфелю. Потому что депозит у нас не проседает, так как акции в убыток мы не продаем. Мы их продаем только когда акция начинает расти. Соответственно, просадка по портфелю у участника 1,47% получилась. И была зафиксирована прибыль в размере 524 доллара. Вот здесь мы видим скриншот участника из брокерского кабинета Interactive Brokers. И видно, что вот здесь счет, к сожалению, не видно за какой это период, но видно, что счет вырос примерно с 200 долларов до 2000 с лишним, где-то до 2181 доллара. Более чем в 10 раз рост получен. Вот очередной отчет участника. За март 2021 были сделаны продажи по 8 активам. 730 долларов прибыли было зафиксировано. К концу месяца портфель был по сравнению с февралем в легком плюсе на 1%. Ждем лучших времен. Следующий отчет участника. Вот в марте совершал минимальные покупки согласно сделок автора. Большая часть портфеля находится в кэше. Вот есть закрытые сделки зафиксированные. Общий рост депозита за март 725 долларов. Общий рост депозита с начала торговли 28 280 долларов. Шикарнейший рост на 1321%. С марта вывел со счета 7000 долларов. Можно себе позволить. Отличный результат. Общий вывод со счета 10 000 долларов. Поздравляем. Идем дальше. Вот здесь такой достаточно объемный отчет. Видим, что участник фиксировал достаточно много сделок. Вот здесь выделены прибыли, полученные в сделках. В принципе, месяц прошел неплохо, несмотря на то, что даже цифры такие относительно небольшие в сделках были зафиксированы. В любом случае, это прибыль. Еще один отчет участника. Здесь мы видим, что 3 сделки было зафиксировано в марте. Рост получен в 800%, 511% и 130%. Участник пишет, что после окончания новогоднего ралли на рынке OTC началась коррекция. Этим и объясняется весьма скромный результат. В марте он составил всего 285 долларов. В то же время получен бесценный опыт по поиску и анализу компаний. Совершенствовалась стратегия заработка на рынке OTC с учетом изменяющейся ситуации. Смотрим дальше. Вот это скриншот из рабочего телеграм-чата мастер-группы Павла Крёза. И вот здесь участники отчитывались о своих зафиксированных сделках. Видно, что в один день участники фиксировали сделки по разным тикерам. В частности, это WRARM, AZFL плюс 3900% принесла сделка. И SKDI тоже сделка была зафиксирована. Вот очередной скриншот из личного брокерского кабинета участника. Здесь мы видим, что с мая 2020 года по апрель 2021 участник получил 2079% прибыли к своему первоначальному депозиту. Потрясающий результат. Я не знаю другие рынки, на которых можно вообще получать такие результаты. При этом управлять своими рисками, диверсифицировать свои риски, набирать широкий портфель, входить в позицию не более чем 1-2% от своего депозита и получать вот такие вот результаты. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Идем дальше. Вот тоже скриншот из рабочего чата мастер-группы Павла Крёза. Видно, вот Олег Болтенков продал компанию AURI, 1000% заработал, возможно, поторопился. И Олег Алексеев зафиксировал компанию ABB плюс 3383%. И вот Татьяна Соловичук пишет, у человека первая сделка себя вспомните. Эта речь, видимо, идет про Олега Болтенкова. Отчет за март участника в этот месяц было всего 2 продажи. Одна из них принесла плюс 3900%. Заново прохожу обучающий материал, подчеркнул много тонкостей. Еще один скриншот из рабочего чата мастер-группы Павла Крёза. Видно, что здесь вот тоже была сделка зафиксирована. Татьяна Соловичук, 2400% в сделке было получено. Еще один отчет закрыл в марте FTXP. 1070% было получено прибыли. Следующий отчет участника. Проданы акции. Вот есть тикеры. Чистая выручка составила 464 доллара. Всего рост депозита с начала инвестирования 2552%. Сам портфель в марте просел на 9% после ралли. Детализированный отчет от Interactive Brokers приложен. Тоже, считаю, неплохой результат за март. Еще один отчет. Достаточно подробный отчет от участника. Вот здесь видно, что было 5 сделок зафиксировано. Плюс 1200%, плюс 620%, плюс 600%, плюс 400%, плюс 2900% прибыли было получено в акциях. Шикарнейший результат. Поздравляем. Даже вот в такие вот, казалось бы, мертвые, тяжелые месяца, как март, тем не менее, прибыль достаточно ощутимая. Вот участник пишет. Март, конечно, был сильнее, скромнее декабря-февраля, но 12 сделок, 12 сделок. Очень классная цифра. Закрыть удалось. 665 долларов. Тоже хорошие деньги. Конечно, хорошие деньги даже в такие месяца. Следующий отчет участника. За прошедший месяц реализована прибыль в сумме 777 долларов по акциям OTC. Из них более 300 по MaxD, которую я все-таки взял в портфель. Итоги за 7 месяцев работы. На текущий момент прибыль по депозиту находится в районе 500% прибыли. Начальный депозит был 500 долларов. В феврале вывел с депозита 500 долларов. На счете в данный момент 2760 долларов. Обратите внимание, вот эти 2760 долларов, это уже абсолютно безрисковые инвестиции. Потому что свои первоначально вложенные деньги участник уже вывел с депозита. И по сути сейчас он рискует уже только прибылью. Вот скриншот из портфолио из личного кабинета брокера Interactive Brokers. Здесь мы видим как раз вот, что с августа 2020 года по конец марта была получена прибыль чуть более 500% к первоначальному депозиту. Следующий отчет участника. Здесь мы видим достаточно много было фиксаций в марте. Доход 280%, 180%, 2900% и так далее. И хоть начальник и пишет, что это нормальный отрезвляющий месяц. Коррекция по портфелю пока удержалась на допустимом уровне. Тем не менее, мы видим сколько сделок было зафиксировано, сколько прибыли было получено. Я считаю, что это потрясающие результаты для такого месяца как март. Вот еще один отчет участника за март. И обратите внимание, одна из сделок AABB была зафиксирована с прибылью 11000%. Причем была зафиксирована часть позиций, участник оставил еще 1200 акций и ждет дальнейшего роста. Были также зафиксированы еще целый ряд сделок с прибылью от 300% до 2500%. Тоже отличный результат для марта месяца. Здесь мы видим отзыв Владимира Меркулова, который он писал на онлайн занятии. Хочу поделиться с новичками. У меня очень скромный результат. С октября депозит вырос только в 6 раз. Вчера успешно вывел начальный депозит. Обратите внимание на формулировку. Только в 6 раз с октября по апрель. Где еще, на каких рынках инвесторы могут писать такое. Обычно 10-20% годовых. Это считается уже шикарным результатом. Здесь вот только в 6 раз вырос депозит. И вот скромный результат сам себя оценивает. Это не скромный результат, это шикарный результат. Владимир, мы вас поздравляем даже с таким результатом. Еще один отчет. Вывел в начале марта примерно треть от нового депозита для покупки моим барышням всяких побрякушек. Очень радуют такие отзывы, когда наши участники пишут о том, как они выводят полученную прибыль. Кто-то закрывает свои кредиты, кто-то покупает барышням побрякушек, кто-то купил жене и дочке по айфону, кто-то купил себе новый автомобиль. Поэтому шикарно. Вот он пишет, что поэтому на счете только чистая прибыль и осталась. Дальше уже ничем не рискует. Пожелаем удачи, будем торговать дальше. Вот тоже отчет участника. Здесь виден скриншот из торгового терминала Interactive Brokers. И вот 1 апреля был первый вывод денег. А, не 1 апреля, 29 марта снял 1200 долларов. И на счете осталась чистая ликвидность 6500 долларов. Еще один отчет. И тоже вот выведено на карту 4000 долларов. Все внимание сосредоточено на покупках после ралли. Многие участники выводят себе полученную прибыль, с удовольствием ей распоряжаются, тратят на необходимые им вещи. Мы очень радуемся таким отчетам. Вот тоже отчет участника. Здесь вот видно, несколько сделок было зафиксировано. Всего было заработано за март 1583 доллара. Общая стоимость депозита дошла уже до 35 тысяч долларов. Я хочу напомнить, вот вы смотрите вот эти цифры 35 тысяч долларов. Да, это уже достаточно серьезный крупный депозит. Но обратите внимание, что все наши участники, они начинали с сумм от 100 до 500 долларов. Максимум до 1000 долларов. И вот этот вот результат 35 тысяч долларов, это результат уже полученной прибыли. Это результат разогнанного депозита. То есть, здесь не заходил участник с депозитом 20 тысяч долларов и разогнал его до 35 тысяч долларов. Вот это 35 тысяч долларов было получено из депозита начального от 100 до 1000 долларов, с небольшого депозита. И вот такие шикарные результаты уже позволяют даже в такие мертвые месяцы, как март, получать вот такую ощутимую прибыль, полторы тысячи долларов. Я считаю, это уже такая очень даже серьезная цифра, которая позволяет уже и прокормить семью, и, собственно, радоваться полученной прибыли. Вот тоже мы видим отчет участника. Вверху скриншоты из брокерского кабинета. Вверху график изменения депозита за месяц. Видно, что была просадка к концу месяца. Депозит опять вернулся к первоначальному значению. То есть, итого, минус 0,89% за март по портфелю было получено. А вот за весь период инвестирования мы видим, что было получено 497% прибыли. Тоже классный, шикарный результат. Вот такие вот у нас итоги торговли за март. Мы работаем дальше. Напоминаю, что мы поставили себе открытую публичную цель заработать миллион долларов на рынке OTC, причем миллион долларов каждому. Отметку в миллион рублей уже прошли многие наши участники. Работаем дальше. Сейчас вот март показал снижение. Это значит, что в следующие месяцы, в апреле, в мае будут идеальные ситуации для набора нового портфеля, для набора новых акций в портфель и для дальнейшего получения прибыли на рынке OTC, для дальнейшего роста. Если вы еще к нам не присоединились, сейчас самое время подумать об этом, принять решение, потому что мы как раз сейчас занимаемся тем, что ищем новые перспективные акции в свой портфель. И для новичков это сейчас идеальный момент к нам присоединиться. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Присоединиться к нам вы можете по ссылке ниже под этим видео. Кликнув на нее, уже прямо сегодня вы можете оформить участие и прямо сегодня получить все материалы, получить доступ в команду мастер-группы Павла Крёза. Добро пожаловать, мы будем рады вас видеть. И до встречи в новых материалах. Всем спасибо, всем пока.